В четверг, 25 июня, состоялось очередное заседание Рязанской городской думы. Депутаты заслушали отчет о работе администрации города за 2019 год. Глава администрации Рязани Елена Сорокина выступила с докладом и ответила на вопросы депутатов. Один из них касался рыбного запаха воды. Было принято решение перейти на водозаправ, принадлежащий РМК и увеличить опуху антизианской воды. Сейчас к потребителям выступает вода в соотношении 50 на 50. 50 – речной, 50 – протезенц. Депутаты Градской думы задали немало вопросов по состоянию развития транспорта Рязани. Известно, что уже с 1 июня в Рязани перестали действовать льготы на трех маршрутах коммерческих перевозчиков – 41, 95 и 88. Количество муниципального транспорта увеличится. По словам Елены Сорокиной, оптимизация маршрутной сети будет продолжена. Уже намечен план стратегического развития. Увеличить количество перевозимых в муку РТ пассажиров в процентном отношении коммерческих перевозчиков с 46 до 60%. Оптимизировать действующую маршрутную сеть города таким образом, чтобы обеспечить доступность транспортного обслуживания самых отдаленных районов города Рязани и после этого отказываться от услуги коммерческих перевозчиков по перевозке годных категорий пассажиров. В октябре ожидается поставка еще 50 автобусов из Москвы. Кроме того, 10 автобусов среднего класса предприятие намерено закупить самостоятельно. Также депутатов Градской думы интересовали вопросы строительства школ и детских садов. За последнее время переделся в семь участков для размещения 6 высоток от высшего. Общий мощный участок 8 веков. Так, например, детский сад Кальмон, который построил, это был переданный участок. Сейчас строится в микрорайоне 7-7-А, это переданный застройщик участок. В районе Семчина, который разработал проект смертной документации, также переданный нам участок, переданный участок для строительства школы на тысяческом мест в микрорайоне 7-7-А. Это действительно острый участок. На заседании 25 июня Рязанская городская дума также утвердила дату празднования Дня города. Праздник состоится 1 августа. В связи с пандемией коронавируса дата может быть изменена. Количество мероприятий будет ограничено. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».